Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Тема сегодняшней нашей беседы – «Мы будем испытаны». Будьте уверены, те из нас, кто хочет правильно жить перед Господом, будут встречать испытания. Фактически, чем глубже наше хождение с Иисусом, тем более интенсивным будет горнилоиспытание. Все Писание дает нам пояснение. Это потому, что Господь желает выжить всякую нечистоту из нашего сердца и привести нас в соответствие с Его образом, с образом Его Сына. Может быть, прямо сейчас ты находишься в обстоятельствах, которые заставляют тебя недоумевать. Почему я прохожу через это испытание? Почему все это происходит со мною? Облегчить понимание того, почему Бог допускает эти испытания, нам помогут воспоминания о наших школьных днях. Когда я учился в школе, я терепеть не мог неожиданные опросы. Эти надоедливые, без всякого объявления, проверки. Однако Господь сказал нам быть готовыми к испытанию в любое время. И такие поверки будут продолжаться до возвращения Иисуса Христа. Все, кто алчут все больше Иисуса, будут проходить через эти огненные испытания и очищаемые от всего, что не похоже на Христа в подготовке к грядущему вскоре бракосочетания Агнца. Это означает, что мы не должны бежать от испытаний. Вместо этого мы должны быть на коленях, умоляя Бога, чтобы в нас явился Христос. Нам следует в своей душе стремиться стать настоящими последователями Бога. Мы должны быть с недаем и желанием быть мужчинами и женами Божьими. Наши сердца и уста должны взывать, Иисус, сделай из меня твое подобие. Есть одно, чего я хочу более, чем чего-либо остального в этом мире. И это стать истинным мужем Божьим. Я хочу, чтобы моя жизнь и моя смерть принесли славу Иисусу. Чувствуешь ли ты это так же? Тогда мы должны вместе быть готовы поступить в Его школу. Я не могу даже перечислить тех способов, какими Господь испытывает своих детей. Но есть некоторые испытания, общие для всех нас. И я хочу сосредоточиться на них. Но прежде всего я хочу сказать слово для тех, кто может испытывать трудности по другой причине. Эти люди не встречаются с испытаниями избранных Господа, но скорее страдают вследствие своих решений. Одной причиной является грех. А другой – неверное решение. Если ты хочешь испытывать голод по Иисусу, но знаешь, что в твоей жизни имеется грех, тогда каждый случай греха может ощущаться, как неожиданная океанская волна, которая перекатывается через твою душу, и ты не можешь понять, почему тебя снова затопило. Ты взываешь, «О Боже, это слишком много для меня! Я не могу больше с этим справиться!» Ты ранен, зная, что носишь внутри духовное осквернение, и это причиняет тебе муки твоему разуму, и, похоже, уже начинает влиять на твое тело. Ты отягощен депрессией и страхом. Знай, что Бог трудится, чтобы очистить тебя, потому что Он любит тебя. Он являет свой гнев и наказание в ответ на упрямое беззаконие. Но это любящее наказание для тех, кто кается и обращается к Нему. Ты можешь ощущать в своей душе Божьи стрелы по причине своих прошлых и настоящих грехов, но если ты имеешь раскаянное сердце и хочешь обратиться от греха, ты можешь апеллировать к Его исправляющей любви. Ты будешь исправлен, но с Его великой милостью и состраданием. Ты будешь ощущать не Его гнев, как язычники, но скорее Его исправительную розгу, которая употребляет Его любящая рука. Или же, возможно, твое страдание является следствием принятого неверного решения. Сколько женщин страдают, потому что они вышли замуж за тех, о которых Бог предупреждал их, чтобы они не вступали с ними в брак. Теперь же с ними обращаются так, что они живут как в аду. Сколько детей разбивают сердца своих родителей, доводя их до отчаяния. Однако это случается много раз, так как у родителей остались позади годы греха, пренебрежения и компромисса. Ты знаешь, что достиг самой нижней точки. Это время для поисков Бога в сокрушении, покаянии и вере. Это время, чтобы принять новое вливание силы Духа Святого, обновиться и ободриться, чтобы иметь духовную силу, притекающую внутри тебя. Видишь ли, когда ты взываешь к Богу, Он вливает в тебя свою силу. Как написано, в день, когда я возвал, ты услышал меня и вселил в душу мою бодрость. Если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя, Господь совершит за меня, милость твоя, Господи, вовек. Теперь допустим, что мы очистили нашу жизнь, и мы не идем путем сознательного греха и верим, что Господь трудится с нами и через нас в невзгодах, которые мы могли бы навлечь на себя. И пока мы не исчерпаем себя, мы не полагаемся полностью на Господа. Несмотря на это, мы готовы учиться в школе Духа Святого. Вот далее несколько испытаний, которые он может использовать, чтобы очистить своих детей. Мы испытываемся задержкой ответов на молитву. Большинство из нас молится, как Давид, в день, когда воззову к тебе «Скоро услышь меня!» Я скорблю! Скоро услышь меня! Еврейское слово, переведенное как «скоро», означает «прямо сейчас», «срочно», «в тот же час, когда я взываю к тебе, сделай это!» Давид говорил «Господи, я полагаю свое упование на тебя, но, пожалуйста, поторопись!» Бог не спешит. Он не вскакивает по нашей команде. Фактически временами ты можешь раздумывать, ответит ли Бог когда-нибудь вообще. Ты взываешь, плачешь, постишься, надеешься, но проходят дни, недели, месяцы, даже годы, а ты не получаешь даже малейшего свидетельства, что Бог слышит тебя. Вначале ты спрашиваешь себя, «Должно быть, я неправильно просил, или моя вера слишком слаба?» Ты начинаешь недоумевать, и через некоторое время твое отношение к Богу становится наподобие следующего, «Господи, в Своем слове Ты обещал дать мне ответ, и я молился с верой. Сколько слез я должен пролить?» Почему Бог задерживает ответы на искренние молитвы? Конечно же, не потому, что Ему недостает силы. Он мог бы просто бросить взгляд или подумать, и Его дело совершилось бы. И Он есть Тот, Кто желает даже больше, чем мы, чтобы мы получили от Него. Нет, ответ скорее находится в следующем стихе. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Греческое слово переведено как «унывать» означает «расслабиться», становиться слабыми или изнемогать в вере, прекращать борьбу, не ожидать большего исполнения. В послании Галатам 6.9 сказано, «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Господь ищет молящийся народ, который не ослабеет, и не устанет приходить к Нему. Они будут неотступно ожидать Господа, пока Его труд не будет завершен, и Он найдет их ожидающими, когда придет с ответом. Я думал, что имею непоколебимую веру, что я полностью уповаю на Господа. Затем в течение долгого времени не было ответа на некоторые мои очень важные молитвы. На некоторые из них нет ответа и до сих пор. Я убеждал Господа, если Ты только будешь отвечать на мои молитвы, это будет созидать мою веру. Я могу пойти во святилище и хвалиться Твоей верностью, как царь Давид. Подумай, как ободрятся другие. Но все это время Господь говорил мне, «Я не созидаю Твою веру на моих ответах. Я строю Твою веру, когда я медлю». Всякий может веровать, когда есть ответы на молитвы, и они идут сплошным потоком. Но кто будет верить через год или два? Когда проходит время, мы оставляем свои молитвы и веру в то, что Он ответит, и переходим к чему-нибудь другому. Иисус оставил нам притчу, чтобы показать, что Он ожидает, что мы возьмемся за это по-настоящему и примем решение не сдаваться. Это история бедствующей вдовы, которая постоянно приходила к судье, ища правосудие. И в конце концов, судья удовлетворил ее просьбу только потому, что устал от ее непрестанных обращений. Ну как эта вдова не дает мне покоя? Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Иисус добавил к этой притче, Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Вы скажете, но не кажется ли, что Иисус говорит в этом стихе парадокс? Вначале Он говорит, что Бог медлит защищать нас, а затем, что подаст нам защиту вскоре. Большинство из нас совершенно неверно интерпретирует этот стих. Верите ли, Иисус не говорит о промедлении в течение длительного времени. Он говорит, что Бог хочет ответить нам скоро, но Его что-то удерживает. Он говорит, я буду терпеть те вещи, которые я вижу в твоем сердце, и буду медлить с тобой, ожидая, пока ты не поймешь и не выжелаешь, как должно, моего ответа. Поистине, самым тяжелым в вере являются последние полчаса. Когда все выглядит, как если бы Бог не хотел отвечать, мы сдаемся, откладывая все и собираясь переключиться на что-нибудь другое, и поскольку мы так поступаем, мы думаем, что подчиняемся Божьему проведению, Его высшей воле. Мы говорим, Господи, сделай так, как ты считаешь нужным, или, Боже, должно быть, ты не желаешь этого. Но это не является тем, что входило когда-либо в намерение Божье. Когда мы молимся о том, что явно есть Божья воля, например, спасение члена семьи, мы имеем полное право продолжать это делать и никогда не сдаваться, пока Иисус не ответит. Мы имеем все основания не слушать дьявола, и мы имеем полное право просить Бога насадить в нас веру Иисуса Христа и не давать нам ослабеть, пока мы не увидим исполнения. Слишком часто вместо этого мы падаем духом и не выдерживаем испытания. Если бы мы не ослабевали, мы бы еще решительно и продолжали идти до конца, чтобы получить ответ. Однако Господь с самого начала видит наше теряющее мужество сердце. Фактически Он дает нам картину опыта полного смирения в 4 царстве 6 и 7 главы. Самария была осаждена Винодадом и его великой сирийской армией. Город голодал. Ослиная голова продавалась за 80 сиклей серебра. Кружка глубинного помета за 5. Пророк Елисей изрек царю Самарии пророчество, что Бог сверхъестественным образом спасет народ. Он увещевал держаться, ожидать, молиться, каяться и уповать на Бога независимо от того, как бы ужасно не обстояли дела. И когда царь оскаживал наверху городских стен, он, возможно, думал, сколько это должно продолжаться. Мы не можем больше выдержать. Если Бог не ответит скоро, мы должны будем выйти с белым флагом и капитулировать. Одна женщина увидела царя и закричала, «Вчера мы с соседкой сварили и съели моего младенца. Мы договорились сегодня съесть ее ребенка. Она теперь спрятала своего сына. Царь, это несправедливо. Заставь ее отдать своего ребенка». Это было уже слишком. Царь разодрал вретище и в ярости прокричал, «Елисей, не сносить тебе головы. Ты уверял нас, что Бог ответит на твою молитву. Ты сказал, что произойдет чудо». И когда царь нашел Елисея молящимся среди старцев, он сказал, «Почему я должен еще ожидать Господа?» Другими словами, слишком поздно. Прошли уже все сроки, а Бог не сдержал свое слово. Молитва не помогает. Пора брать дело в свои собственные руки». В то время, когда мужество покидало царя, и он уже исчерпал свою веру, ответ был почти у ворот. Елисей сказал ему, «Завтра в это время мир в муке лучший будет по сиклю и две миры ячменя по сиклю у ворот Самарии». Печально, что царь не подождал еще 24 часа, прежде, чем выйти из себя. Он не знал, что Бог за работой создавая чудо. В сирийском стане в воздухе раздался гул. Звуки огромной армии колесниц с громыханием приближались к ним. Сирия нахватила паника, и они, бросив все, бежали, спасаясь свою жизнь. Так жители Самарии привезли домой повозки, груженные сирийской пищей, овощи, прекрасная мука, и бочки и чменя ввозились в городские ворота. В виде это, царь должно было быть покраснел, вспоминая свое заявление, что Бог не сдержал свое слово. Такое также случалось и со мной по меньшей мере раз десять. Я сдавался и говорил, но должно быть, на это нет Божьей воли, это невозможно. И иногда ответ приходил в течение часа после того, как я произносил эти слова. Не происходит ли и это с тобой? Ты сдался и прекратил настаивать? Ты должен признать, что Бог уже за работой. И Его ответ вот-вот прибудет, когда мы ожидаем веры и стоим до конца. Мы возрастаем в вере и приносим величайшую славу Его имени. так же мы испытываемся нашими неудачами. Говоря это, я не имею в виду, что испытываются христиане, которые впадают в старые грехи и обращаются к миру. Нет. Эти верующие терпят кораблекрушение. Петр дает следующее предупреждение верующим, которые возрастают в святости и сосредотачиваются на следовании за Господом. Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Мы испытываемся, когда терпим неудачу, несмотря на весь прогресс, которого достигли, следуя за Господом. Поводом к этому могут быть, например, имеющиеся корни гнева. Если спросить кого-нибудь, что послужило причиной того, что он впал в гнев, он мог бы ответить что-нибудь наподобие «Меня довели в моей собственной семье, и я не выдержал». Я не могу этого понять, я думал, что становлюсь немножко мягче, более похожим на Иисуса Христа, но как-то нажал не на ту кнопку, и я потерял это. Если есть корни гнева, или горечи, или гордости, или чего-то еще, Бог работает над нами. Он делает наши дома испытательным полигоном. Мы будем провоцируемы каждый раз, и раз за разом, пока всякий скрытый недостаток не будет выявлен и исторгнут Духом Святым. Мы можем думать, я только человек, сколько же я должен переносить. Не имеет значения, что нас спровоцировали, или даже то, что мы могли быть правы. То, что мы поддаемся раздражению, просто показывает, что мы нуждаемся в избавлении в этой сфере. Писание говорит, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Бог будет продлевать испытания до тех пор, пока мы не скажем, во мне есть Дух, который должен уйти. Мы не видим никакого роста во Христе, никакого мира в доме или на работе, пока не сможем сказать, ты прав, Господи, удали это. Иногда во время испытаний мы можем испытывать чувство недостоинства, мы можем даже сомневаться, любит ли нас еще Господь. Позвольте мне заверить вас, что если мы истинно раскаялись, Бог обнимает всех нас своими любящими руками и говорит «Я допустил этому случиться, чтобы ты мог видеть, что в твоем сердце, но ты продвигаешься вперед, действительно возрастаешь в том, что является важным для меня. Ты сказал, что хочешь ходить со мною, и я учу тебя, я знаю, что у тебя внутри, и я буду позволять, чтобы тебя раздражали, пока ты не освободишься от всего этого, но вот что важно, я здесь, рядом с тобой, я буду с тобой стоять посреди всех твоей скорбей. Наш ответ «Господи, ты указал на некоторые кривизны моего сердца, исторгни их оттуда, ободри меня, Господи, чтобы я не отступал, а наоборот продвигался вперед с тобой». Скоро ты услышишь его голос, не волнуйся, не впадай в панику, только взирай на меня, предай все мне, и ты узнаешь, что остаешься объектом его величайшей любви. Аминь. Аминь.